Всем привет! Начинаем путешествие очередное по книге поэта Первой мировой войны, антология, составитель Анатолий Соколов, автор идеи, редактор Борис Орлов. Сегодня я хочу вас познакомить с Николаем Белоцветовым. Поэт, переводчик, публицист, религиозный мыслитель Николай Николаевич Белоцветов. Родился в Петербурге в 1892 году. Окончил философский факультет Санкт-Петербургского университета. В 1912 году стал членом российского антропософского общества. А что такое антропософское общество? Антропософия – это религиозное и мистическое учение, выделившее из теософии, основанное Рудольфом Штейнером с целью открыть широкому кругу людей методы саморазвития и духовного познания с помощью умышления человека. Или, как она основателем характеризуется, наука о духе. Кстати, центр Швейцар находится в Швейцарии, вблизи Базилии. Итак, переводил цикл мистерий драм Штейнера, он еще в юности был очарован поэзии Александра Блокова. В 16-м году закончил Михайловское артиллерийское училище, участвовал в Первой мировой войне. В 1917 году пережил газовую атаку под Динамбургом. Возвратился в Петроград, принимал участие в деятельности антропософских кружков. В Николай Николаевич входил в клуб поэтов, была такая организация. Участвовал в литературном ведении кружок Татариновой. Принимал участие в поэтических сборниках и публичных чтениях кружка. Там же вышел сборник стихотворений Белоцвета «Дикий мед». Очень знаменитый сборник стихотворений. Практически, когда набираешь в интернете белоцветов, сразу выбрасывает на этот сборник «Дикий мед». Интересно, я с удовольствием прочел. В 1933 году, после смены власти в Германии, покинул Берлин, переехал в Ригу. В Риге было очень много наших бывших, скажем так. В июне 1941 года переехал в Штутгарт. В 1946 Мюльгейм. Получил немецкое гражданство. Начал писать по-немецки стихи, переводы, драматические различные произведения. Последние годы провел в бедности, в болезнях. В 1947 году принял католичество в 1950-м скончалось. Вот такая жизнь человека Николай Николаевич Белоцветова. А теперь, с вашего позволения, прочту некоторые его стихотворения. Итак, бессонница. Тревожно бредит дом. Исходит пес в истошном, хриплом вое. Томится ночь под звездным колпаком. И бег часов, как сердце перебоя. Трещит мотор, как четкий пулемет. Заполнил сумрак уханьем орудий. Далекий зов. А кто его поймет? Услышит кто тоскующих очутить. Самкни глаза. Забудь телесный вес. Забудь себе. Развесь и счесть. Купи ли звезд в прозрачной зыбке бездне. Не подымай с грядущей на завес. Вот такое стихотворение. Следующее. Горевать и плакать мало толку. И ничем ушедшим не помочь. Но люблю рождественскую елку, что горит в евангельскую ночь. И во мне такое же пылание. И в таком же чуждом мне краю. Без корней, без соков, без желаний. На кресте повешенном стою. Грустно. Грустно. На незаконченной твоей картине. Я лишь едва заметной рубки штрих. Простой мазок. Одна из многих линий. Но ты в трудах нуждаешься в моих. Настанет день, когда я нужен буду. Для твоего огромного холста. И без меня не совершится чудо. И не обожествится красота. Красивое стихотворение. Очень красиво. Давай посмотрим, что еще. Вот еще одно стихотворение. Ветер гуляет по миру. Кружится ветер вокруг. Ветер безродный и сирый. Горостный ветер разлук. Ветер взымающий волны. Ветер взвивающий прах. Ветер томления полный. С вестью о дальних мирах. Ветер внимающий жадная. Песни мирской суеты. Ветер, как ты. Безотрадный. Ветер бездомный, как ты. Да, видимо, у него, конечно, была такая депрессия, судя по всему. Такие грустные стихотворения. Теперь посмотрим еще что-нибудь. Я робок, беден, убог. В одежде хожу верблюжий. Беру только то, что дает мне Бог. И горстью ее из лужи. Но есть цветы на горах крутых. На высочайшем пике. И пчелы мои облетает их. И мед собирает дикий. И медом их горьким питаюсь я. И кажется мне он сладок. О мудрое горечь бытия. О ключ золотых загадок. Не обращая никого. Не я ли последний грешник. Но всем от меда моего. Дарю я спаление здешних. Такое стихотворение. И последнее стихотворение. Которое я хочу вам прочитать. И прозвучало вдруг. Восстань. И склыхнулся сумрак зыбкий. И кто-то сжал моя гортань. Как музыкант сжимает скрипку. И заскользили по струне. Вдруг чьи-то трепетные пальцы. И я запел. И стали мне близки все робкие скитальцы. Все приведенные судьбой. Дрожать и млеть в тисках у духа. И петь. И чует над собой. Творца. Внимающий ухо. Ну, пожалуй, все. Вот. Немножко слов о Николае Николаевиче. Белоцветы. Переводчики. Поэти. Публицисти. И религиозным мыслителям. Все. Пока. Всем привет. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...